Привет, это Комяк. Как видите, на мне сегодня рубашечка в стиле кухонного фартука, поэтому тема сегодня будет недвижимость. На самом деле, тем в этой сфере очень-очень много, но я бы сегодня хотел поговорить о наглых барыгах, у которых нет ни стыда, ни совести, которые манипулируют обычными людьми и заставляют их делать или подписывать нужные им документы. И у обычного покупателя из-за подписания вот этих самых документов потом могут быть очень большие проблемы. Поэтому, если кто-то планирует в ближайшее время покупать новостройку или планирует принимать эту новостройку от застройщика, то это обязательно вам поможет. И нет, я не просто расскажу, что подписывать, а что не подписывать, я наглядно покажу, как они выглядят, как они это все проводят, как они давят на покупателя, как манипулируют и что делают в назло. Погнали! Это Женека Скандинавский, ФСК Лидер. Я, кстати, здесь тоже есть двухуровневая квартира на последнем этаже. Я когда свою покупал, я тоже здесь рассматривал. Но здесь было дороже, и здесь с этими, как их, террас нет. Поэтому я передумал. А вот Олеса, она купила именно здесь. Ты трешку купила? Да, хорошо, давайте. Вы управляешь компанией, да? У вас доверенность есть? У нас есть. Дайте, пожалуйста, посмотрите. Давайте, когда вы оформляться придете, мы погибли, чем... Нет, вам документы передают. Собственников вас... Да, вы сначала дайте, потом документы смотрите. Ну, ради бога, ну... Сейчас дам одну минуту, пожалуйста. Я можно проверить комплектность документов? Нет, нам надо знать, кому мы передаем документы. Дайте сначала доверенность. А вы кто? Это вас уже не касается. Что вы здесь такие грубые-то, я не пойму? Ну, у вас есть собственники. Откуда вы начали вот такие вот условия-то придумывать? По письменным каким-то заявлениям, еще что-то. Да у них нету доверенности. То есть, ты отпишешь непонятно какой документ. А потом подпишешь, и будем смотреть, то ли он подписал это или нет. Вот из-за них, из-за того, что они не организовали правильную работу. А что вам надо? Вам зачем документы? Скажите, пожалуйста. Мы открываем лицевой счет на собственника. А нам не надо лицевой счет? Что значит не надо? Если она получает квартиру... Тебе не нужно? Квартира и лицевой счет вообще не при чем. Смотри, Лес. Передавай, зачем? Не надо нам. Не прикрепляйте прием-передачи услуги от застройщика к вашей услуге. Не прикрепляйте. Будут автоматически тебе будут. Но при том, зачем вам? Зачем вот сейчас вам подписывать лицевой счет? Я не прошу сейчас подписывать. Мы готовим сразу комплект документов. Мы как примем. Мы как станем собственником, мы придем к вам, сами будем беседовать. Очень часто так бывает, что застройщик нанимает там свою какую-нибудь подрядную организацию, которая как раз и занимается тем, чтобы подписывать с вами, с покупателями акты приема-передачи. Передают какие-то договоры, платежки, квитанции и так далее. И в данном случае это управляющая компания. И очень часто, не знаю, процентов 80 всех случаев, управляющая компания заставляет покупателей подписывать договор с управляющей компанией на коммунальное обслуживание. Типа вот вы же получаете квартиру, все, вы обязаны его подписать. Вот даже вот посмотрите, у вас договор в ДДУ тоже подписано, что вы обязаны заключить договор. По идее, да, в договоре есть этот пункт, и по идее я его нарушу, если я не выполню, но это совершенно разные вещи. Есть продукты, есть товар, которые мне обязаны передать, а есть уже другие обязанности. Поэтому сначала передавайте мне продукты, товар, а потом, если вам что-то не нравится, тогда подавайте иски, пишите претензии, жалобы и обязательно их рассмотрим. Ну, у нас с вами какие-то есть обязанности? Конечно, мы ваша управляющая компания. У нас с вами еще нет обязанностей, мы с вами не подписали никакого договора. Вот для этого его нужно подготовить. То есть вы меня заставляете? Нет, я не заставляю. Это как на улице, купи кирпич. Нет, я прошу копии документов для того, чтобы вы подготовите. Так мы говорим, не хотим, вы слышите, мы говорим, не хотим. Не хотим. Вы говорите, купите кирпич, а я говорю, не хочу купать кирпич пока что. Ты знаешь, какой у них договор там? Попроси, офигеешь. Вот такой. Ты будешь читать сейчас идеи? Вместо приема передачи квартиры, да? Может быть, ты возьмешь, чтобы договор и дома знакомишься? У нас эксперт, но проходит только по доверенности. У нас чего в реале? Ну, регламент. А если у вас регламент, чтобы она без штанов приходила и принимала? Тоже надо соответствовать? Нет, хоть не то и говорится. Слава богу. Тогда пошлите. Виталий, мы не ругаемся, ничего. Мы просто посмотрим, все ли там нормально, стены есть или нет, или окна есть или нет. И ничего даже разговаривать не будем мешать вам, не будем. Может, кто-то ремонт делает. Проходите. Проходите, что вы, Виталий? Нет, счетчик надо переместить. Что вам дать? Сейчас, минуту я у вас копию договора. Копия тут портала. Так, у вас есть замечание с квартирой? Нет. Пока что нет. Тогда будьте добры, пожалуйста, здесь, пока что. Нет, не надо. Нет, это вы должны просто написать, что у вас нет замечания. Нет, не будем. Нет, это необходимо. Нет, это необходимо. Ну что, в самом деле, где это прописано? Вот где, в договоре? Давайте мы не будем снимать. Мне, смотрите, мне для того, чтобы... Мы оказываемся о том, что вы нас снимали. Так, я... Вы не можете... Ну вы просто берете сейчас камеру. Мне не нравится, когда мы снимаем. Мне не нравится, когда заставляют подписывать какие-то дурацкие документы. Какие документы? Я вам дам копию о том, что... Да не нужна она нам. Молодой человек, вы проводите съемку, запрещено снимать на территории частной собственности. Вызовите полицию. Вызовите полицию, меня привлекут. Сейчас вызовем. Пожалуйста, выключите. Мы не даем вам разрешения. Мне не нужно, Ваш. Нужно. Мы не являемся представителями государственных органов. 152-й, открываем гражданскую кодекс. Выключите, пожалуйста. Да не буду. Да не имеете право нас... Так я же говорю, не надо нам это... Зачем вы нам даете какие-то документы? Зачем? Это бумажка о том, что у Вас нет претензий по квартире в данный момент. Не хотим. Ну Вы должны ее предпочтать. Да где? Почему должны? Почему Вы так решили? Ну потому что у Вас нет претензий. Вы же сами сказали. Нет. Если претензии будут, мы напишем претензии. Если их нет, претензии не пишут. Если у Вас нет претензий, Вы сюда придете и напишите. Вот у Вас, смотрите, смотрите, вот у Вас есть претензия к тому, что у меня волосы на голове? Да нет. Ну напишите бумагу, что нет претензий. Ну это глупость, ну серьезно. Ну стоп, подождите. У вас все равно есть все по гарантии. Так вот именно. Ну вот именно. Как вы можете заставлять нас это делать? Я еще раз повторяю. В данный момент это необоснованно договором и еще совестью необоснованно. Зачем вы нас заставляете? У нас нет интереса подписывать вашу помощь. Это обычная процедура. Вы понимаете, даже в этой ситуации, когда я зафиксировал, что вы заставляете, даже если она подпишет, она не будет. Я никого не заставляю. Я вам объясняю, что это делается для того, чтобы застройка. Хорошо, давайте по-другому. Если мы ее не подпишем, у нас будут проблемы? У вас? Да. Я думаю, нет. Ну все, давайте дальше переходим. Это нужно для застройщика. Застройщик у нас не просил такого. Застройщик нам передал полномочий призавать вам квартиру. А у нас не просил. Так я еще раз спрашиваю. Да я не могу. Смотрите, Максим, я вам объясню. Смотрите, Максим, объясняю подробно. Я журналист по правам потребителя. Я законник. Терпеть не могу, когда нарушают законы. Документы нет. Есть. Но я его в данный момент не видел. Вы просили у меня его? Ну, вы мне просто, вы заходите, прям начинаете снимать. Это решит вопрос? Это вопрос решит? Нет, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Ну, так вот видите. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Мое удостоверение решит вопрос? Я еще раз говорю, даже если вы его мне покажете, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Поэтому я говорю, оно не решит вопрос. Поэтому я изначально говорил. Ну, вы можете выключить камеру или убрать? Я фиксирую нарушения прав гражданина, свободу действий, свободу заключения договоров, свободу подписания бумаг, понимаете? Нет, не понимаю. Ну как не понимаете? Человек свободен, он может отказаться от этого? Еще раз повторяю, это прерогатива застройщика. Пускай они разбираются. Стойте, подождите. Пускай они подзылают письмо. Застройщика это нужно для того, чтобы вы написали, что у вас нет замечаний. Да не будем написать. Они будут себя протоколировать, что у них по этой квартире у вас не было замечаний. Пускай протоколируют, если никаких замечаний не было. Не то, это будет вещь оставляйте. Те люди даже, которые... Да мне все равно на других, честное слово. Я вас прекрасно понимаю, вы мне должны подписать. Ну, смотрите. Хорошо, давайте так. Вы кто? Вы не собственник. Смотрите, если... Допустим, мы сейчас... Представляете, я вам на улице сейчас буду подходить и говорить, подпишите мне тут. Я что вы мне на улице говорили? Ну это то же самое. Нет, я вам не на улице начну с того. А как этот документ, смотрите. Вы управляющая компания. Сейчас объясню, почему это улица. Этот документ к нашим договорным отношениям никак не относится. Там не... Ну что, Шпатария, вы меня снимаете? Про этот... Да. Не общаюсь, просто не общаюсь, все. Давайте мы как-нибудь... Мы общаться будем с собственником. Вы наслушайтесь, наслушайтесь таких девочек, потом у вас столько проблем будет от них, вот серьезно. Да не хорошо, я вас понял. Не слушайте этих девочек. Понимаете, у меня хорошее настроение. Я хочу, я вижу, что по вашим глазам... Я вам тоже говорю, не надо нам это. В данный момент, эта бумажка нужна. Не надо нам это, это принципиально. Макс, мы общаемся с собственником, молодой человек мне с собственником, мы с тобой не общаемся, все. Так вас никто не заставляет общаться-то. Я с вами не общаюсь. Вы можете послать меня и уйти отсюда. Я с вами не общаюсь. Я общаюсь, я буду... Не подписывай эту дурацку бумажку, они потом будут... Судья, она ничего не поможет им, вот серьезно. Они настолько глупые, что в суде она им не поможет. Но сам факт, и судья будет, знаешь... По идее, в данной ситуации, вот нам говорят, подпишите, мы не хотим. Они говорят, ну раз не хотите, то мы вам не дадим квартиру. Это естественно манипуляция, это злоупотребление. Застройщик прямым образом заставляет сделать то, что им нужно. Мне это не нужно, это никак не обусловлено договором, но они заставляют. Понимаете, если я не буду, тогда мне будет плохо. Есть множество путей, есть множество способов решить эту проблему. Допустим, как мы, мы зафиксировали, что нами манипулировали, нас заставляли и, естественно, подписали. Возможно, и не подписывать. Возможно, подписать и сразу же написать претензию, что вот меня заставили. Путей множество. В каждой ситуации надо выбирать определенный, какой легче, на который вы готовы. По факту, видишь, какие они хитрые, да? А иначе, вон, санкции выводят. Иначе мы с вами разговаривать не будем. Так я же вам говорю, санкции будут. Вы отказываетесь передавать квартиру, не подписывая эту бумажку. Я разговариваю с официей бумажки, пожалуйста. Эта бумажка для застрастики. А в том, что в данный момент у вас сейчас нет никаких претензий не против. Ну, понимаете, вот я вам сейчас объясню. Я не специалист, да? Я купила. Я вас прекрасно понимаю. Если я сейчас подпишу, а потом придет специалист, будет выявлять нарушение. В данный момент будет предприятие. И получается, что эта бумага будет противоречить ту претензию, которую проявит специалист. Правильно? Но если мы сейчас хотим получить ключи, а потом приходить с экспертом, тогда зачем нам вот это подписывать? Нет, Элес, тебе не обязательно рассказывать, что ты планируешь дальше. Нет, но это может быть и неприязательно. А я бы советовал вообще не говорить, потому что они начнут палки в колеса вставлять. Ты же видишь? Это ничего. Ну, а вот это, ну, что-то такое начинается. Есть такая 28-я статья закон защиты прав потребителей. Элес, послушай меня внимательно. 28-я статья защиты прав потребителей. Если они нарушают назначенные сроки передачи объекта, а это сегодня, 3% в день о стоимости квартиры им капать в день. Это бешеные бабки. Здесь можно просто недельку попридуряться, как они, и потом они будут плакать. Если тебе не хочется заморачиваться, то фиксируем, что они не дали тебе другую возможность, кроме как вот заставили, издеваясь над тобой, твоими деньгами твоей. А как это называется? Вы готовы? Максим, вы готовы без этого передать нам квартиру? Я в данный момент не могу вас без этого передать. Вот именно, вот и издевательство. Это как это отношение имеет к нашим договоренным отношениям? Не имеет. Поэтому я говорю, что это издевательство над человеком, просто издевательство. Вы манипулируете, потому что у него ипотека, потому что у него съемное жилье. Ей не куда деваться. Три собственника, да? Все три собственника здесь, или вы подоверенности будете? Да, все три. Или вы сейчас обдумываете, перезаписываем, мы можем вас перезаписать. Не надо перезаписываться, надо фиксировать их отказ от передачи квартиры. Подписывай шаг к прямой передаче. Если они не хотят, не дают тебе, фиксируем, естественно, и подписываем на их условия. Можем попридуряться, можем зафиксировать их отказ вот сейчас, и через недельку, через претензии опять перейти и получить. И за эту недельку им лишенные деньги накапывают. Мы не отказываемся, мы говорим вам, еще раз говорим, вот под камеру говорим, дайте нам акт приемной передачи, мы готовы подписать, без претензий. Вы слышите нас? Вы можете, если напишите, что... Не будем писать. Она никакого отношения не имеет к договору? Покажите, где она фиксируется в договоре как-нибудь. Я понимаю, что вы любите заставлять людей делать... Мы не общаемся по другому человеку, он не собственник. Мы общаемся только с собственниками. И вы им плюс еще сказали, что мы не знали много раз, потому что мы отказываемся, что нас снимают. Ей не важно. И у них есть своя задача. Им надо загнобить клиента, понимаешь? Загнобить. Потому что у тебя есть ипотеки, съемы и так далее. Тебе тяжело. Тебе выбора нет. Тебе надо подписать. Поэтому мы фиксируем. Ты подписывай, подписывай, ничего страшного. Так и будешь выглядеть потом на экране. Именно злодей. А как потом? С чего вы решили, что это надо подписывать? Если вы докажете, Максим, если вы покажете, что в ДДУ он также фиксирует договоры, какие-нибудь дополнительные соглашения. Максим, сейчас если вы вызову полицию... Я уже тысячу раз сказал, вызывайте. Я сейчас вызову полицию. Да вызывайте, вызывайте. Не стойте, пожалуйста, рядышком. Почему? Ну, во-первых, вирусная ситуация, во-вторых, помешает. Один же маска. Я уже делал. Нет, ничего. Это значит, что вы можете игнорировать мое требование? Я ваше требование не игнорировал. Тогда отойдите. Я пришел уточнить, кто вы. Отойдите. Я вам еще объяснять не буду. Отойдите, пожалуйста. И бейджи появились. Не будете объяснять. Не будете. Хорошо. И не ругайтесь. Я не ругаюсь. Ну, все. Акк приемной передачи отказываетесь передавать? Мы не можем, а мы его отдать, без этого можно. Ну, вот то же самое. Спроси у него, как собственник. И скажи, что я хочу подписать Акк приемной передачи. Ну, он готов. Да, тебе подпишите, пожалуйста. Это не Акк приемной передачи. Элеса, а ты можешь потанцевать? Вы можете. Поприседать, поджиматься. Ну, поприседай, поджимайся. У нас такие правила. Ну, серьезно. Ну, вы же можете, Элеса? Можешь в угол подписать там у них? Ну, ты же можешь? Да это вы в крае борзели. Вот прям в крае борзели. Это же надо так. Молодой человек. Это же надо так, не мешайте. Я вам не мешаю, я вас предупреждаю. Вот я не мешаю, не голос не повышайте. Я не мешаю. Я вам говорю еще раз. Я вижу, без разовора, без разовора вижу, что вы понуждаете своего, вас пригласили сюда или нет. Я вижу, что вы понуждаете к тому, чтобы потом создать процедент. Чтобы человек потом взлезти, я понял, что у вас все упирается в деньги. Конечно. Чтобы человек выиграл в деньги. Вот и все. Ну, просто понимаете. Вы можете написать, что вы дефектов не увидели? Это скрытые дефекты. Вы сейчас тоже не можете понять. Причем здесь скрытые дефекты? Еще и писать, что скрытых дефектов нет, да? Но мы же их не видели. И напиши еще, Бога нет, я его не видел. Ну, напиши, но они же хотят все. Ну, если я не подпишу, они мне не дают. Вот именно, поэтому подпиши. Я поэтому и спросил, какие-то санкции будут или нет. Они-то сказали, да, будут санкции, мы вам не дадим, акт берем передачу. Все, значит, подписывай, пиши, что хочешь. Можешь написать, что я убила Кеннеди. Ну, а куда деваться-то, если они тебя твоей квартирой мучают? А может, на камеру не держать? Нет, не могу, мне надо фиксировать. Максим, я объяснил, что мне надо фиксировать правонарушение. Я скажу, господин, ну, пуститесь, записывайте ее вот так. Мне надо факт этот зафиксировать. Я по-человечески попросил. Я по-человечески объяснил. Я разве как-то грубил? Нет, я вам даже не грубил. Ну, просто у меня дискомфорт, когда на меня в камеру. У меня дикий дискомфорт, когда так наглеют. Вот серьезно, вы представьте, в какую ситуацию вы выгнали девочку сейчас. Вы представьте просто. А вам это говорили. Паш, сколько просмотров положено вообще? Один просмотр. Только один? Один. Смотри, тебе дается акт берем передачи. Все. Ты пришла на акт берем передачи. Если есть какие-то претензии, они должны их устранять. Если нет претензий, они должны отдать тебе акт берем передачи. Все. Претензий нет, да? Тяк берем передачи. Вы напишите бумагу, что у вас... Да нет, не будем ничего писать. Может, еще сочинение написать, я не знаю, школьное. Макс, ты обращаешься к собственному? Я собственник, Макс. Макс очень правильно себя ведет, в отличие от вас. Это все адекватно, просто все хотят разрешить. Нет, просто у некоторых гонор вылезает выше крыши. Ну, если я сейчас подпишу. Конечно, я же зафиксировал, правильно? Что тебя заставили. Что тебя заставили? Заставили, заставили. Они прямо сказали, что мы тебе не передадим. Я же тебе говорю, она им никак не поможет. Я тебе еще раз говорю, пиши, потому что тебя заставили. Я тебе изначально говорил. Это просто вредность такая, как это странно у них. Поэтому, ну, как можно человека заставить писать документы? Мы не сполагали. Вон, заставили леску. Сегодня, да? Да, да. Я бы в данной ситуации, если была моя квартира, я бы, конечно, не принимал. Я бы зафиксировал, написал бы претензию, что вот, раз мне не выдают, то, естественно, они нарушили сроки передачи квартиры. И каждый последующий день это 3% неустойки. Но леса, собственник квартиры, она, естественно, забоялась, заменжевалась, засомневалась и не стала этого делать. Это, кстати, большая проблема. Вообще, когда ко мне обращаются клиенты и за деньги, да, какие-то просят услуги у меня вот именно в приемке, то они, конечно же, пытаются оправдать все свои затраты и тогда используют меня в полной мере, чтобы я и там, и там, и сям написал жалобы, забрал там свои причитающие какие-то убытки, компенсации, штрафные санкции и пени. Но в данном случае это просто моя подруга, она давняя подруга, и она просто позвала меня, чтобы я ее поддержал, помог и направил в нужное русло. Не захотела она никак их наказывать, поэтому пришлось работать с тем, что имеем. Мы записали, зафиксировали и пошли дальше. Но проблема всегда остается все равно. Всегда они манипулируют, всегда они хотят, чтобы ты заткнулся, не спорил, а иначе с тобой и разговаривать не будут, а иначе тебе не передадут твою драгоценную квартиру. Егор, зайди ко мне, ладно? Подписать надо еще. А где у вас начальник смены есть у вас? Нет, я старший. Вы начальник смены? Да. Старший? Да. А у вас есть удостоверение? Вот. А у вас есть удостоверение забадничное человека? Где разрешение? Я не давал. Дайте разрешение. В гражданском кодексе. Вы меня снимаете зачем? В гражданском кодексе. Я кто такой? А я откуда его знаю? Я человек, я не разрешал себе снимать. Вы подошли ко мне и говорите, что я не даю. Я стою здесь и вы ко мне подошли. Вы только что подошли ко мне. Я стою здесь. Вы подошли ко мне и начали разговаривать. Не надо передавить. Нет, вы скажите, лицезивный нахране? Да. У вас же там есть в законе в вашем, 24, 78». Я сейчас все прекрасно знаю. Я тоже знаю свои обязанности. Скажите, откуда вы? Вы у меня требуете удостоверения, а вы? Где я вижу, кто вы? Ваша аппетитация, удостоверение. Она что-то решит? Ничего, просто я буду знать. Зачем тогда вам? Ну тогда зачем меня спрашивать? Вас и закон обязывает. А вас не обязывает? Меня? Да. Ну, обязывает. Ну так вот, в чем дело? Так сначала к вам разговор был? Вопрос к вам был сначала, правильно? Вопрос как раз к вам. Вот так вы пришли, сказали, что вы такой-то и все. Удостоверение. Будете смотреть? Позор, понятно. Понятно, что позор. Позор. Все, решился конфликт? Не будете мне мешать? Не буду наблюдать. Ну не мешайте, пожалуйста. Я не против, чтобы вы наблюдали. Я даже не против пообщаться, но не мешайте, пожалуйста. Максим, скажите, пожалуйста, вот акт первой передачи, я уже вижу, что там третий пункт, но он не... Все, если не хотите, не хотите, все, мы так его и подпишем. Мы не имеем права, не мы составляем акт первой передачи. Нам его присылают? Я понимаю, ну сейчас нет возможности, ну то есть у вас нет возможности, правильно? У нас вообще возможности. Все, все, все. Мы хотели, мы хотели бы поменять, но нет возможности, правильно? Все. У нас нет возможности вообще менять акцию передачи. Ну я так и сказал, нет возможности. Придется подписывать то, что есть. Сразу обнадежу. Ничего в принципе страшного нет. Вот просто представьте, вот я захожу в квартиру, смотрю. Да все вроде бы нормально, все красивенько, все аккуратненько, все хорошо. И я действительно считаю, что да, никаких претензий нет. Но на следующий день, завтра или послезавтра, приходит настоящий специалист, человек со строительным образованием, с лицензиями, с дипломами, который может проверять ровность стен, выявлять дефекты с других наружных поверхностей, смотреть на сколы и царапины окна. И находит множество-множество косяков. И естественно позиция такая же будет в суде. Да, ваша честь. Я ничего не замечал, для меня было все хорошо. Но вот пришел специалист, все зафиксировал и сказал, что мне это обойдется, чтобы я сама своими силами это все компенсировала в такие-то, такие-то большие суммы. Я не хочу это компенсировать, поэтому прошу суд обязать ответчика это сделать. Поэтому не волнуемся, готовимся. Ну и не забывайте ставить лайки, писать комментарии, репостить, распространять, задавать вопросы, если вам что-то интересно. И естественно пишите в комментариях, какие темы нужно еще затронуть в этой большой-большой сфере по недвижимости. Надеюсь вам было интересно, надеюсь это было полезно. До встречи, пока.